Добрый вечер на канале Бук-ТВ. Большие итоговые новости. В студии Александр Богданович. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Смотрите сегодня в программе «Итоги недели». И птицы память по утрам поют, и ветер память по ночам гудит. В мемориальном комплексе Брестской крепость-герой прошли памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Так должно быть, и это будет всегда. Будут звучать слова благодарности, будут гореть свечи памяти, а люди будут нести цветы к вечному огню, пламя которого горит в честь солдат войны. Брест встретил участников патриотической акции союзного государства «Поезд памяти». Сто мальчишек и девчонок из России встретились со своими сверстниками из Беларуси, тем самым укрепив мостик дружбы между странами. Лагерь, в который хочется возвращаться. Детский многопрофильный лагерь Центра молодежного творчества «Радуга» исполняет самое сокровенное желание. Мотивирует и выявляет скрытые таланты. И самое главное, сюда хочется возвращаться. В эфире программа «Итоги недели» мы начинаем. 22 июня 1941 год, 4 часа утра. Это самая короткая ночь и самый длинный день в году. Но они стали самыми долгими и страшными днями испытаний для всех людей славной многонациональной страны. С этого дня начался четырехлетний кошмар – Великая Отечественная война с фашистской Германией, которая продолжалась 1418 дней, унесла жизни почти 27 миллионов людей и стала самой кровопролитной войной в истории. 81 год прошел с начала войны, но и спустя десятилетия мы скорбим обо всех погибших, помним о них и воссоздаем те страшные мгновения начала Великой Отечественной войны, которые превратились в годы ожиданий Великой Победы. 22 июня навсегда останется Днем Памяти и Скорби. И потому в этот день в цитадель приезжают те, кому не безразлична история, те, кто чтит подвиг советских солдат и хранит в своем сердце память о героическом прошлом своего Отечества. Митинг-реквием в честь славных солдат Великого Народа прошел в Брестской крепости Герой. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Утро 22 июня 41-го. Утро надежды планов стало началом страшных испытаний для людей многомиллионной страны, но первыми приняли удар фашистской нечисти бойцы-пограничники героической цитадели. Эти редкие кадры атаки на Брестскую крепость немцы снимали на память. Эти кадры должны были стать подтверждением фашистского триумфа, а стали историей героической обороны Брестской крепости. Несколько сотен погранзастав Советского Союза от Балтийского до Черного моря приняли на себе удар немецких штурмовых групп, но именно Брестскую крепость мы чаще всего вспоминаем в этот день, олицетворяя ее с подвигом советского народа. Во многом это связано именно с продолжительностью обороны Брестской крепости. Это наша общая история. Общая память и общая боль в каждом белорусском доме, в каждой белорусской семье вспоминают погибших в Великой Отечественной войне, а потому на рассвете 22 июня 2022-го тысячи человек собрались в Брестской крепости, потому что память о подвиге объединяет самых разных людей. Я испытываю очень большую гордость за наш народ совместный, за наш народ Советского Союза, будем так говорить. Во-вторых, мы приехали из Московской области. Я 20 лет мечтала посетить реквим и возложить цветы к памятнику павшим героям. Мои друзья и сестра меня поддержали. И вот у меня очень большая гордость, очень большая печаль. К сожалению, я смотрю фотографии, какой был генофонд, и насколько красивы были те люди. И внутренние, своей душой, как они это доказали, и внешние. И как жаль, конечно, что так все произошло. День памяти, мы за победу, у нас воевал дедушка, поэтому, конечно, пришли преклонить колени и вспомнить всех погибших. Скорбная память о погибшем в начале Великой Отечественной войны всем нашим гражданам, которые 22 июня в 4 часа утра на себя ощутили, потеряли свои жизни при вторжении врага. Мы сюда приехали нашим коллективом ветеранов. Не просто на машинах, мы на велосипедах сделали велопробег из Пскова до Бреста. Ехали 4 часа, о, 4 дня вернее. Поэтому мы с огромным уважением и с безумным желанием хотим отдать дань памяти нашим предкам, нам, воинам, которые погибли, защищая интересы нашей Родины. История легендарной цитадели объединила русских, белорусов, украинцев, грузин, всех тех, кто именовал себя гражданами великой страны СССР. Брестская крепость навсегда останется общей славой, общей болью и общей памятью. Об этом не раз говорилось во время митинга реквиема. Память – вот основа истории любого государства. Память о героях – это долг каждого из нас, наследников, солдат Победы, которая начала коваться здесь, на берегу западного Буга. Молчаливо мы помним в глазах каждого участника митинга реквиема. В их честь ржаные залпы и венки, спущенные на воду Буга. Сегодня действительно это раннее утро, 4 утра. И сегодня Брестская земля, уже 57-й год, принимает утренний удар на себя. Она, сколько мы сегодня отмечаем, вот это трагическое утро, которое стало каким-то отрывом от жизни всего, не только белорусского народа, всего мира, когда началась война. И сегодня брещане, приходя сюда, склоняя голову к тем погибшим и тем еще слава некоторым Богу живым, отдают великую честь, то есть смелости, мужеству, героизму, которая необходима тогда, чтобы защитить великое государство. Я думаю, что этот священный праздник в стенах крепости героя будет жить очень долго. Он традиция всего белорусского народа, это традиция уже Советского Союза, это традиция даже мира, потому что здесь отданы и положены жизни всех национальностей нашей страны, мира, и этот победный шаг, который сделала страна в свое время, дала основу развития, в том числе и нашего государства. У меня воевал один из моих дедов, к сожалению, он остался на поле боя, а так память распределилась и возраст, что по отдельным ростам есть и сведения сегодня, и в архивах были найдены мной в том числе, но кто-то по-настоящему рассказать, что такое было, как война, мне из близких людей не удалось. С первых часов войны Беларусь стала ареной крупнейших военных операций. В той страшной трагедии, которая длилась 1418 дней, страна потеряла каждого третьего белоруса. Руководство Брестской области, главы делегаций из разных стран возложили цветы к вечному огню, почти лимитой молчания жертв фашизма, советских солдат, мужественно оборонявших родную землю. Много слышала об этом, что здесь происходит, но как-то вот первый раз выбралась. Я живу в Брестской области, в Лунинце, мне действительно очень интересно. Это очень было интересно, конечно. Это же как бы наша память, как без этого. В прошлом году не усмогли, а в этом году вот получилось. 22 июня в 4 часа утра немецко-фашистские захватчики напали на Брестскую крепость. Этого никто не ожидал, так как между Союзом Советской Социалистической Республикой Германии был договор о ненападении. И это была неожиданность для всех. Время перелистывать страницы истории. Сегодня они не имеют трагического оттенка. Жизнь стремительно идет вперед. Многолетние, вместе с тем молодой, современный Брест развивается. Не отстают и другие города области. Но брещане белорусы от мала до велика чтут память, а значит, знают, помнят и никогда не забудут своих героев. 22 июня – это особая дата для всех жителей Беларуси, постсоветского пространства. Но все-таки для Бреста она звучит вдвойне трагично, вдвойне резонансно. И то, что здесь, вне зависимости от погоды, каждое раннее утро собираются тысячи брещан, тысячи гостей нашего города. Я думаю, что это та традиция, которая обязана жить долго. Долго, до тех пор, пока человечество не добьется своей главной цели – жить без войны, без конфликта. До тех пор, пока в мире есть фашизм, до тех пор, пока в мире есть нации, которые претендуют на свою исключительность, мы обязаны помнить эту дату, чтобы не повторялась эта страшная война, которая была в 1941-1945 годах. Руководство города Бреста и дальше будет искать новые формы популяризации этой даты, новые формы увековечивания героев той войны. И всегда будет приветствовать огромное желание субъектов Российской Федерации, других стран присутствовать на этом мероприятии. Вспомнить каждого поименно. Тех, кто жизни своей не щадя шел в бой, понимая, что за спиной большая страна, Родина. Сегодня каждый из тех, кто навечно остался в Брестской земле, охраняя Отечество, на века внесен в списки героев. Подвиг солдат цитадели останется в памяти потомков на многие годы. Ночь с 21 на 22 июня навсегда вошла в историю белорусского народа как самая кровопролитная, безжалостная и тихая. Разрывы фашистских снарядов вновь и вновь огнешительно грохотом опускались на землю тогда с советского Бреста, но, несмотря на огненный смерч, оставляли после себя лишь мертвую тишину. Войны сохранения исторической памяти и правды. На священной земле Брестской крепости герой каждый год в ночь с 21 на 22 июня проводят реконструкцию начала Великой Отечественной войны. Это давняя традиция, но каждый год напоминает она всем зрителям, что у войны ужасное лицо. Среди тех, кто принимал участие в Театре военных действий, представители из Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Болгарии, а также Китая и Японии. Показать, насколько гостеприимная Брестская земля может консолидировать жителей разных стран, еще одна очень важная цель – реконструкция. Сегодня я увидел впервые в своей жизни, когда китаец и японец в русской форме, в советской, в красной, калинку-малинку обнявшись петь. То есть люди, которые никогда там у своей территории не будут здесь, на территории Брестской крепости, военно-исторической реконструкции, они прекрасные друзья калинку-малинку поют. И судя по тому, какой интерес проявляют люди из-за рубежа к реконструкции первого боя Великой Отечественной, понимая, что те, кто помнит и чтит подвиг своих дедов, большинство, как бы это ни пытались спрятать за информационным шумом. Конечно, но в 1941 году фашистские ромашки, но переграница Советского Союза, и потом переграница войны. И как вы знаете, во Второй мировой войне, в Китае, мы тоже антифашистские, но союзники Советского Союза. Советская армия и Советский народ очень много помогали нам. Я думаю, что это самая-самая большая дружба и самая важная. Поэтому мы приехали сюда, это памятник за вашего народа. Это большая дружба. Очень полезно для наших отношений. Дань памяти деду, который был по материнской линии и принял первые бои, будучи курсантом Киевского артиллерийского училища. Без прошлого, будущего хорошего не построишь. Я думаю, что это где-то внутри сидит. Это что-то то, что нельзя забыть, как пытаются сейчас многие там или историю перевернуть, или что-то где-то как-то переписать. Ну, не знаю, где-то внутри есть то, что, мне кажется, необходимо заниматься этим. Даже, пускай быть небольшим примером для подрастающего поколения, ну, вот как-то то. В любом случае нельзя забыть это. Будем помнить как можно дольше, пока нам не будут позволять. После страшной трагедии, когда 81 год назад земля рванула в небо, в восстановленных после войны города, феерии, спокойствия, родилось не одно поколение людей, счастливых, не знающих страха и угрозы, строящих планы на будущее и уверенных в завтрашние дни. Они, возможно, и беззвучные. И в сердцах благодарны тем, кто подарил им этот завтрашний день. Это даже не произвольная паника, началась, когда началась реконструкция. В основном сейчас вот голос, который все комментирует, это вот это подавленное состояние. Отделяется отчетливо видимая сатана. Мы ждем развязки. Заложено в нас. То есть люди готовы отдать свои жизни, совершить самопожертвование для того, чтобы был мир, чтобы не было войны, чтобы люди жили достойно. И глядя на это все, то есть понимаешь, как было им трудно в то время защищать. Волосы сжевелятся, становятся дыбом. Это реалистично. Очень молодцы. Спасибо большое. Спасибо, что это делается. Корреспонденты Бук ТВ специально для программы «Итоги недели». Брест. Место, где началась Великая Отечественная война и где закончилась операция по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Багратион. Земля в этом городе буквально пропитана кровью защитников и по праву считается священной. Именно поэтому ко всем датам, связанным с Великой Отечественной войной, здесь относятся так трепетно и уважительно. 22 июня весь город Брест превратился в мемориал страшных событий, которые произошли 81 год назад. Одно из мероприятий особенно вписалось в памятную программу «Патриотическая акция союзного государства «Поезд памяти». Сто мальчишек и девчонок из России встретились со своими сверстниками из Беларуси, тем самым укрепив мостик дружбы между странами. Молодежная акция «Поезд памяти» инициирована главами Верхних Палат Парламентов Беларуси и России Натальей Качановой и Валентиной Матвиенко. Суть акции – провести мостик дружбы среди двух стран. Ровно 100 мальчишек и девчонок, прошедших творческий и интеллектуальный отбор в Российской Федерации, проделали долгий путь, чтобы приехать в место начала Великой Отечественной войны город Брест, чтобы встретиться со своими новыми друзьями, а также почтить память воинов, защищавших город над Богом. Весь проект сделан, придуман и будет реализован для того, чтобы вы стали одной общей командой, командой, которая любит свои страны, которая знает свою историю, которая гордится подвигом своих дедов и прадедов, и которая будет сохранять память о той войне самих себе и нести ее дальше в следующее поколение. Хочу сказать, я точно так же переживаю, как сейчас дети, эмоции захлестывают меня, потому что две недели быть вместе с детьми, пройтись, проехать по тем героическим местам Белоруссии, России, где шла оборона, потом где шло наступление советской армии, конечно же, это захватывает. Я даже готовился, не буду скрывать, почитал материалы про те города, где я буду, потому что хочется поделиться впечатлениями с детьми, довести им на всю информацию, правдивую, правду про ту историю, которую делали наши отцы, деды и прадеды. Скоро на поезде памяти 200 учащихся десятых классов отправятся в двухнедельное путешествие по городам боевой славы Белоруссии и России. А пока им предстояла экскурсия по Бресту и одно из самых главных событий в их жизни. Возможность напрямую пообщаться в рамках диалоговой площадки с председателем Совета Республики Национального Собрания Белоруссии Натальей Качановой. Для нас очень важно в настоящее время, когда искажается все, когда огромный поток информации льется из всех источников и зачастую это фейки и ложь, сохранить память о тех трагических событиях, которые пережил наш народ, советский народ. Это было страшно, это было невыносимо больно и жутко. Это не человеческие условия. И если вы потом будете задавать вопросы, я думаю, мы в своих вопросах еще откроем и раскроем немножко эту тему. Но наша задача сегодня сделать все, чтобы память о той жуткой трагедии передавалась из поколения в поколение. Для чего? Для того, чтобы сохранить мир, мир на нашей земле. И вопросы у школьников были. В основном они касались самореализации молодежи в нынешнее непростое время, а также о том, какие задачи стоят перед нашими странами, чтобы сохранить историческую память и не дать ее осквернить лживыми информационными потоками. Скажите, какая самая на данный момент насущная проблема, самая важная проблема стоит перед народами, перед которыми стоит задача сохранения памяти как основа консолидации наших народов. Спасибо. Мы делаем все сегодня, чтобы не допустить вот этой трагедии. К сожалению, то, что происходит во многих странах, насаждается возрождается нацизм, возрождается фашизм, и мы это видим. А это путь опять вот к этим кровопролитием. Поэтому этого допускать нельзя. Нельзя допускать. Ребята, мы должны помнить. А, к сожалению, вот это беспамятство приводит к тому. Поэтому, конечно, много можно говорить сегодня о той войне, и это хорошо, что мы о ней говорим. Потому что, когда человек помнит, когда человек осознает это, он постарается сделать все, чтобы этого не допустить на своей земле. Поэтому для нас самая главная задача сегодня, чтобы вы жили в мире спокойствия. Вы и те, кто идет за вами. Один из вопросов ожидания инициаторов от проекта «Поезд памяти». В общем, вопросов много, и все они затрагивали все то, что так волнует молодежь. Планируется ли какое-либо еще мероприятие подобного формата, чтобы не только мы, но еще огромное количество перспективных ребят из обоих государств могли также между собой позаимодействовать, познакомиться и просто прикоснуться к истории. Спасибо. Таких проектов может быть огромное множество. И потому, как сегодня мы сказали, что в рамках форума регионов Беларуси и России, а они проводятся у нас ежегодно, и в этом году уже мы будем проводить девятый форум в городе Гродно, вот буквально на следующей неделе в пятницу. Вот в рамках этого сотрудничества между нашими государствами, у нас же есть союзное государство, вы знаете, у нас реализуется очень много программ, которые связаны с молодежью. Очень много. Другое дело, что вот вы именно вот Константин еще очень правильно подчеркнул, десятиклассники, те, которые входят во взрослую жизнь совсем вот скоро. Поэтому, ребят, все зависит от вас. Вносите предложения. Мы всегда поддержим, но мы для себя еще знаем, и понимаем, что такие проекты нам нужны. Также ребятам представилась возможность пообщаться с заместителем председателя Совета Федерации России Константином Косачевым и губернатором Брестской области Юрием Шулейко, которые также отвечали на вопросы школьников и много говорили о будущих планах и о важности сохранения исторической памяти. Сегодня по сотне детей с Российской Федерации нашей Белоруссии есть уникальная возможность быть первопроходцами той эстафеты, которая зародится именно в детских сердцах. Потому что они воспринимают, они передают, они рассказывают от души, без политики, со своей чистотой душой, детской именно. И когда вы вернетесь после тех двух недель дружеских обедов, бессонных ночей, счастливых ночных прогулок, истории городов, которые принимали серьезные бои, защищали и Беларусь, и Россию, и другие страны, вы, наверное, еще ближе поймете, скажете, мы были первые и мы можем сегодня сказать тем ребятам, которым как вам повезет в следующем. Если бы не было совершенно одинакового, правильного, цивилизованного отношения к нашей общей истории, к нашей победе у народов Беларуси и России, вот этого проекта бы тоже не было. Его можно было бы придумать, создать и реализовать только в случае абсолютно правильного, совпадающего восприятия нашей общей истории. И поэтому этот проект получается, он не мог получиться ни с одной, другой стороной бывшего Советского Союза, как бы мы их не любили, как бы мы к ним не относились, но мы понимаем, что не везде эти процессы однозначны. Здесь в Беларуси, как и у нас в России, они абсолютно однозначны, мы по правильную сторону истории. Наш новостной сюжет был бы неполным без мнения главных героев об участии в патриотическом празднике «Поезд памяти». Для меня очень почетно и я очень рада, что смогла войти в это число школьников, потому что я считаю, что это отличная акция для того, чтобы сплотить и белорусских школьников, и российских, и чтобы сдружить нас между собой. И я надеюсь, что наша дружба продлится долгие годы. Я считаю, что это очень почетно, это большая честь для меня все-таки сегодня, что школьников со всей России добрались, и я в их числе. Для меня это новые знакомства, это посещение новых городов. Я очень люблю путешествовать, поэтому это осуществление моей мечты, это очень значимо для меня. Пребывание школьников в городе над Бугом завершилось традиционным возложением венков к вечному огню монумента мужества Брестской крепости. Не помешал этому и проливной дождь. В каждом из 200 ребят, участвующих в акции «Поезд памяти» по-настоящему сильный дух и воля. Для меня это такая огромная привилегия, потому что с каждого региона выбирали по одному человеку, и мы, как представители своих регионов, едем в другую страну, представлять нашу страну, дружить с другими регионами, с Беларусью. И это очень огромная честь для меня, в принципе. Я очень рада, что я попала, что отбор был, как бы, конкурсный. И просто счастье, на самом деле. Великую Отечественную войну нельзя ни в коем случае забывать. Должны знать все абсолютно поколения следующие, которые будут просто с каждым разом новые поколения появляться. То есть, они должны полностью знать всю историю Великой Отечественной войны, никогда ее не забывать, потому что эту историю забыть ни в коем случае нельзя, потому что она нас учит тому, что война ни к чему хорошему не приведет. Брест лишь отправная точка маршрута. За две недели школьникам предстоит посетить 15 городов Белоруссии и России, а также 12 знаковых мест боевой славы Великой Отечественной войны. Во время этого путешествия им удастся многое узнать и увидеть, чтобы потом рассказать своим сверстникам о те дальше и дальше, чтобы правда о войне передавалась из уст в уста. 22 июня. Это дата, с которой начался отсчет страшных событий Великой войны для жителей Советского Союза. 1418 дней и ночей, казавшихся тогда целой вечностью, 81 год прошел с начала войны. Но и спустя десятилетия мы скорбим обо всех погибших и помним о них. Тысячи людей в очередной раз приходят на братские захоронения и места, где проходили самые сложные и самые кровопролитные сражения Великой Отечественной войны, чтобы склонить головы пред теми, кто подарил нам мир ценой своих жизней. По традиции, накануне этой даты на территории Брестской крепости и не только прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби. школьников часовых отстояли свои вахты памяти у монумента мужества у вечного огня. В честь юбилейной даты состоялся международный слет постов памяти, городов героев, городов воинской славы, участников миротворческого движения, академия мира и детской дипломатии. Реально наш пост памяти является гордостью нашего города, неотъемлемой частью мемориального комплекса. И мне кажется, что эти сто тысяч брещан, которые разные годы имели честь стоять здесь у вечного огня, они выросли хорошими людьми и никто из них не жалеет, что была такая страница в его биографии. Это школа патриотизма, это символ, который показывает отношения брещан, жителей города Бреста до всей нашей страны к подвигу Великой Отечественной войны. И то, что сегодня на 50-летие приехали партнеры из 17 городов, это говорит о том, что все-таки наша школа, наша школа памяти, она достойна уважения, равна, как и мы, с глубоким почтением относимся ко всем элементам патриотической работы, которые есть в городах Республики Беларусь и Российской Федерации. Мы тоже должны у них учиться. Время идет, а пост памяти будто застыл во времени и существует вне его. Ребята, которые заступают на вахту, считают своим долгом и честью отдавать дань памяти погибшим героям, которые первыми встретили фашистскую нечисть. Для меня нести вахту памяти это огромная гордость, так как я могу почтить память защитников Отечества, тем, что стою здесь на посту и несу вахту памяти. Это какой-то определенный способ выразить свою благодарность людям, которые воевали за нас в годы Великой Отечественной войны. Мы стоим здесь 15-20 минут, когда солнце очень жарко, то иногда становится плохо, но мы все равно должны стойко приносить все тяготы несения вахты памяти. Также мы, как экскурсоводы, проводим экскурсии, тоже, где присутствует около 30 человек на экскурсии, тоже возникают определенные сложности с текстом и так далее. Вечный огонь является символом памяти нашего народа, о героях, павших в годы Великой Отечественной войны, о борцах за честь Родины, за мирное небо над головой. В Брестской крепости в рамках акции свеча памяти частица пламени вечного огня отправилась в главный храм вооруженных сил России. Ее передал герой России старшему лейтенанту Антону Старостину Валерий Федорович Касатонов, свидетель блокады Ленинграда, ветеран флота, капитан первого ранга в отставке. Память это наше будущее. Если у нас не будет памяти, у нас не будет дальше будущего. Поэтому я очень уважительно отношусь к тем людям, которые выполняли подобные задачи, боевые защищали свою Родину в те тяжелые времена для так сказать нашего народа всеобщего. И поэтому я горд за свою страну, за свое отечество и горд за то, что продолжаю традиции наших великих народов. Частица пламени вечного огня Брестской крепости сегодня будет доставлена в главный храм вооруженных сил Российской Федерации, от которой в 4 часа утра 22 июня будут зажжены 1418 памятных свечей по дням Великой Отечественной войны. В память о всех павших героях этой кровопролитной войны. Сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны и пропаганду уважительного отношения к символу памяти Вечному огню является сегодня как никогда актуальным и объединяет наши народы. Эта частичка Вечного огня будет передана в главный храм вооруженных сил Российской Федерации в рамках акции «Свеча памяти». Сегодня важно говорить молодому поколению правду. Правду о тех событиях, о трагических, о героических событиях. Важно, чтобы не только военнослужащие, но и любой житель страны, любой житель планеты знал ту правду, которую сегодня в условиях тотальной фальсификации пытаются отменить историю, историческую правду о Великой Отечественной войне. А еще в канун Дня Победы и скорби на вечное хранение в Брестскую крепость передали самую большую в мире копию знамени Победы. Церемония развертывания полотнища поистине была впечатляющей, а прошла она в рамках проекта «Непокоренные», начавшись в Москве на Поклонной горе 12 июня. По словам руководителя проекта «Непокоренные» Владимира Скрипниченко знамя состоит из двух частей. Первая запечатанная, а вторая с материалом. Обе части совмещены по цвету, чтобы соблюдать полную цветовую композицию. Каждому нашему недругу это знамя будет напоминать, что не стоит приходить на нашу землю с мечом, потому что кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Мы хотим, чтобы это знамя было сегодня здесь развернуто и передано на хранение в Брестскую крепость «Герой». Участие в акции приняли жители Бреста, авторы проекта «Непокоренные», военнослужащие Брестского гарнизона, молодежь, представители общественных объединений и организаций, а также председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук, генконсул России в Бресте Олег Мурашев, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-Герой» Григорий Бысюк. Несмотря на эту непогоду, это, наверное, одно из самых ярких, теплых, эмоциональных даты 22 июня. И я очень благодарен авторам этого проекта «Непокоренные» за то, что это самое большое знамя, копия знамени Победы будет находиться у нас в Бресте. Более того, оно будет находиться не как музейный экспонат, оно будет находиться как элемент всех массовых мероприятий, которые будут проходить в нашем городе. Это, я имею в виду, шествие к дню освобождения города, к дню независимости, естественно, к дню Победы. Поэтому то действие, которое сейчас прошло, оно было незабываемым и по антуражу, и по своей массовости. Я благодарен всем настоящим неравнодушным людям и россиянам, и нашим крещанам в данной ситуации. Субтитры подогнал «Симон» Богата прошедшая неделя была и на подписание других соглашений. Наши корреспонденты побывали на всех локациях. И сейчас мы расскажем, что было подписано, с кем были подписаны договоры и в чем их суть. Любая встреча – это налаживание контактов и одна из кирпичиков прочного фундамента для взаимовыгодного и многолетнего сотрудничества между сторонами. Такие мероприятия проводятся как на уровне области, так и на уровне города. Довольно часто встречи с российскими партнерами и коллегами – это неотъемлемая часть нашего сосуществования. И вот очередное подписание ряда соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарных областях между Брестским облсполкомом и правительством Пензенской области Российской Федерации. Одно из приоритетных направлений – контакты в культурной сфере. Мы с коллегой директором музея Краеведческого подписали уже договор с печатями и с подписями. Также мы подписали договор с Минским и с Белорусским национальным художественным музеем. И это не просто бумаги, это руководство к действию, которое мы начнем уже в конце этого года. Мы планируем здесь провести выставку из наших фондов, будем с удовольствием потом ждать обменную выставку от вашего музея. Мы восстановим проект, у нас есть встреча с одной картиной, будем показывать фильмы и картины по одному, там, Репина, у нас сейчас у нас Левитан, Тишина из фондов Русского музея и государства. Будем показывать жителям и гостям Бреста. Мы большую выставку обменную изготовили с Минским национальным музеем художественным. То есть я очень рад, ну а если сказать о впечатлениях после вчерашней реконструкции Реквиума, вы знаете, я уже более 35 лет в культуре, режиссер массовых представлений, концертных программ, у меня вроде стойка и уже иммунитет к каким-то эмоциям, у меня вчера раз в три к ним подкатывал. Соглашение между представителями Бреста и Пензы в сфере туризма позволит жителям двух стран беспрепятственно посещать культурные объекты двух стран. Россиян в первую очередь привлекают достопримечательности из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В Беларуси их четыре и три из них находятся в Брестской области, а Дуга-Астру-В не менее важный объект, страгивающий 10 стран мира, также проходит по территории нашей страны. Брещанам в Пензенской области тоже есть на что посмотреть. Что касается нашего развития туризма, и у вас, и у нас в Пензенской области есть немало достопримечательств, которые будут интересны для жителей и Республики Беларусь и Брестской области. У нас прекрасный музей и заповедник Тархана, родина Михаил Юрьевича Лермонтова, у нас родились Куприн, Велинский, и эти места сегодня заповедные и я думаю будет прекрасная возможность познакомиться с этой историей. Но то, что Брестская область и Республика Беларусь располагает большим потенциалом в развитии туризма, культуры, мы это убедились, и я думаю, что наши дети, учащиеся в школе, будут регулярно посещать Брестскую крепость, нести вахту памяти, отдавая должное памяти наших героев, которые защитили наше отечество от фашизма. Брестская и Пензенская области продолжат наращивать сотрудничество во всех сферах международной деятельности. Это является реакцией государств на вызовы современного мира с целью консолидации ресурсов и общества для решения общих проблем. Мы сразу увидели точку соприкосновения образования. Наши работники культуры по своим направлениям тоже договорились по музейному сотрудничеству, по выступлению наших творческих коллективов. Мы когда были в Пензе, то наш творческий коллектив с Иванова выступал там, представлял культуру нашей области. Наша певица брестская пела. Соответственно, сегодня приехали с выступлением к нам театр из Пензы. То есть невозможно очертить весь круг наше сотрудничество, но то, что у него есть большая перспектива, это я хочу сказать однозначно. Еще один договор о сотрудничестве был заключен между Брестским областным объединением профсоюзов и Самаркандским областным советом федерации профсоюзов Узбекистана в рамках международного семинара по теме коллективно-договорная работа как основа социального диалога. За круглым столом собрались две стороны, но в первую очередь слово было за председателем Брестского областного объединения профсоюзов Николаем Шумом. Он рассказал гостям об основных направлениях деятельности общественной организации, поделился опытом взаимодействия с нанимателями и органами власти, рассказал о целевых профсоюзных программах в сферах охраны труда, договорных отношениях, правовой защите членов профсоюза. Мы расширяем сотрудничество с регионами различных стран. У нас есть уже договоры о сотрудничестве с регионами Китая, Вьетнама, Российской Федерации. У нас был договор о сотрудничестве с Ростовской областью, сейчас мы подписали с Пусковской областью, и вот сейчас с коллегами из Узбекистана, из Самарканда. Почему это нам важно? Потому что, ну, мы должны сверять часы, мы должны действовать сообща, мы должны сверять свои позиции, потому что у нас, в общем-то, общие цели и задачи. В центре внимания, конечно же, человек, человек труда, поэтому его нужды, его запросы, его проблемы мы должны решать. И поэтому есть какие-то общие подходы, которые мы решаем вместе с нашими коллегами, есть какие-то особенности, поэтому для нас это очень важно, чтобы обменяться опытом, сделать какие-то выводы и дальше работать. О профсоюзной жизни в Узбекистане рассказали представители делегации этой страны. Некогда Узбекистан и Беларусь находились в составе СССР и имеют опыт профсоюзного сотрудничества. Оно в настоящее время возрождается и активизируется. Наглядный пример тому – приезд узбекского профактива в наш регион. Этот договор очень важен тем, что испокон веков Узбекистан с Беларусью дружит, были братьями и остаемся братьями. И вот те сотрудничества во времена союзных времен после, например, независимости как-то ослабли. Да, вот мы и хотим создать, вот, например, составить такой контакт. Мы, естественно, будем сотрудничать по обмену опыт, например, по культурным мероприятиям, по спортивным мероприятиям, естественно, по санаторно-курортным направлениям, очень много санаторных курортных и в Беларуси, и в Узбекистане. И, соответственно, по вопросам создания туркомпании. У нас в Самарканде, в Узбекистане, мы с собой сейчас руководители тоже вместе провезли. В Минске мы составили, как сказать, контракт, договор между Белтуризмом и Самаркандским правосоюзной организацией. И, соответственно, мы сегодня будем оговаривать с Николаем Николаевичем эти вопросы. Одним словом, мы приглашаем всех белорусских друзей в Узбекистан, в Ташкент, в Самарканд, и, соответственно, наши самаркандские друзья смогут посидеть по профсоюзной линии. В Беларуси делегация Узбекистана находится с 20 июня. Два важных документа подписаны в Минске. 22 июня договор о сотрудничестве заключен между Брестским областным объединением профсоюзов и Самаркандским областным советом федерации профсоюзов Узбекистана. Подписи под документами поставили профсоюзные лидеры Николай Шум и Сухро Прафиков. Представители обеих сторон будут обмениваться опытом, сотрудничать в области туризма и оздоровления Анастасия Мелешкевич Александр Богданович Александр Воронин Андрей Щерба Юрий Лимонтович специально для Итоги недели. В городе над Бугом уже 15 лет существует место где можно провести время не только весело но и с пользой. Это детский лагерь Радуга на базе Центра молодежного творчества. Сюда отбирают только самых лучших преуспевающих в учебе, спорте, творчестве детей. В нынешнем году количество воспитанников 124. Каждый день в лагере это эмоции, праздник и море приключений. Впрочем, что говорить, смотрите сами. Многопрофильный оздоровительный лагерь Радуга на базе Центра молодежного творчества существует уже 15 лет. За эти годы несколько тысяч мальчишек и девчонок провели здесь один из самых незабываемых периодов в жизни. И сегодня в лагере Радуга можно найти ребят, которые отдыхают здесь несколько лет подряд. Школьников привлекает разнообразие программы, которая заложена в основу 18 дней, столько длится одна смена. Здесь вам и походы в кино, музеи, театры, и творческие конкурсы, спортивные соревнования, квесты. В общем, все то, что так нравится молодым людям. Нынешний год не стал исключением и даже больше. Расширил рамки и предложил ребятам новое развлекательное направление, при этом сохраняя уже устоявшиеся традиции. Да, у лагеря есть гимн, у лагеря есть традиции. И эти традиции все лучшее из года в год мы берем и знакомим дальше детей. И на сегодняшний день, а тема у нас одна, это Беларусь, дети благодарят и родители после смены. Ну, а для нас это самый главный показатель, когда дети хотят еще раз прийти сюда в лагерь. И профилей у нас каждым годом прибавляется на один, на два. Вот в этом году у нас прибавилось ушу, раньше его не было. Есть баскетболисты, традиционно наши танцевальные коллективы, вокалисты, ну и как бы мы эти традиции сохраняем. Но какая ни была бы интересная программа и насыщенность дней, очень тяжело постоянно держать внимание подростков. Нынешние дети миллениалы или так называемое поколение Z, которое не представляет свою жизнь без гаджетов. Но в детском многопрофильном лагере работает опытная команда педагогов-воспитателей, которая умеет интересно подать материал и заинтересовать ребят, благодаря чему у детей просто не остается времени на смартфоны. Буквально за месяц, когда мы вот уже вошли в лагерь, мы уже месяц знали всю программу. Программа идет вся четко, настолько вот день в день. Концерты, конкурсы. Вот сегодня мы готовились на мисс. Мисс красавица тоже. Дети волнуются, дети переживают. Но настолько много у нас мероприятий, детям настолько это нравится. Да, мы педагоги устаем, нам где-то сложно. Но это интересно. Это дети бегут сюда в лагерь. В принципе, они работая в этих мероприятиях, это их отдых. Они наоборот, когда приходишь утром, кричат, какую роль будем играть сегодня, что будем делать сегодня, потому что это интересно, весело. Ну, с утра, конечно, они занимаются, кто-то пением, кто-то танцами, а потом мы готовим, готовим, готовим. Идет конкуренция, кто лучше, кто хуже, кто... Ну, здоровая конкуренция. Им объясняю, что наш отряд почти все время первые места занимает. Лагерь «Радуга» сам по себе тематический. Каждый день для ребят это маленькая история. К примеру, они легко могут устроить для себя мини-славянский базар или свой фестиваль кино «Листопад». Уже традиционно завершает лагерные дни конкурс «Мистер и Миссис Радуга-2022». Может, по масштабам лагерные мероприятия не такие пышные, как оригинальные, однако инициативы детей охотно поддерживаются всей администрацией. Каждый день новая тематика. Допустим, у нас был супер-пупер-мега-квест «Наш любимый город Брест», когда весь лагерь разбегался по всему городу и нужно было найти определенные артефакты. Были задействованы и улица Советская, был Восток задействован, набережная. Мы знакомились со всеми достопримечательностями, искали определенные артефакты, которые были заданы заданием дня. Мы посетили музей Брестской крепости, музей Великой Отечественной войны, музей войны и территорию мира. Мы посетили поезд «Победы», весь лагерь, все 124 человека побывали в этом поезде. Посещают воспитанников летнего лагеря и сотрудники МЧС, которые недавно устроили для детей настоящую водную феерию. Мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня». Цель акции – напомнить ребятам основные правила безопасного отдыха в период летних каникул, в том числе во время отдыха у водоемов. Более 15 игровых площадок. Дети разновозрастные были, как с начальной школы, так и с старшеклассники. Каждый из них мог найти себе занятие по интересам. Самые маленькие могли складывать пазлы по пожарной безопасности, но для ребят по-старшему устроили мастер-класс по оказанию доврачебной помощи удопающему человеку. Также ребятам продемонстрировали работу порошковых огнетушителей, а кульминацией мероприятия стала водная феерия. Вам понравилось? Да! Облеваться, бегать, прыгать, веселиться. Ну что, это довольно? Очень. Что тебе больше всего понравилось? Вот это, не знаю, арка, это очень классно. Водная феерия называется? Да, это очень классно. Еще повторим? Конечно. Смена лагеря завершилась, но как бы не было грустно, нужно дождаться следующего года, ведь в 2023 в летнем лагере «Радуга» появится еще что-то новое и интересное. Ну а пока ребята поделятся своими впечатлениями о времени, проведенном здесь. Грустно, что лагерь заканчивается, мы получили очень много ярких впечатлений, много новых, узнали из чего-то нового, много эмоций получили, познакомились с новыми друзьями, но лагерь заканчивается, и как бы нам не было грустно, все-таки мы уже прошли этот путь. Я буду участвовать в этом конкурсе, я начала сразу подготавливаться, сочинила сама стих на приветствие на белорусском языке, потом купили мне новое платье, чтобы сочеталось все-таки с беловежской пущей. Все наряды практически мои, я вот так выступаю, у меня очень много выступлений, я занимаюсь вокалом, поэтому возможно в каком-то плане мне в этой части было немного проще, чем у другим конкурсантом, но я считаю, что я подготовилась очень хорошо, и сегодня выдам себя на все 100%. У нас первую половину дня тренировки, но в вторую половину дня мы готовим всякие мероприятия, вот сейчас мистер и мисс лагерь, иногда игра на аккордеоне здесь. Нравится обстановка, нравится с детьми работать, меня ставят командиром отряда, нравится придумывать всякие конкурсы, выступать на сцене нравится. Подводя итоги, можно смело сказать, что детский летний лагерь Радуга это точно одно из лучших мест, куда можно смело отправить своего ребенка и не переживать, что ему здесь будет скучно. Через увлекательное путешествие прошло 124 ребенка и каждый остался под впечатлением. А это значит, что желание и мотивация создавать что-то новое для ребят у администрации становится больше и следующий год в летнем лагере Радуга будет еще лучше. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги журналисты Бук-ТВ. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, есть еще что сказать, но дождемся следующего эфира. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54 63 67. Я Александр Богданович прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя. Будьте здоровы! Редактор субтитров